Заседание комиссии по противодействию коррупции проходит раз в месяц. За это время члены комиссии готовят вопросы на интересующие темы. Так, сегодняшнее заседание было в рамках нескольких вопросов. Контроль в сфере размещения муниципальных заказов и по отчету Комитета по управлению имуществом о предоставлении земельных участков. Более подробно в следующем сюжете. Председатель контрольно-счетной палаты рассказал с трибуны о результатах проверки в сфере размещения муниципальных заказов за 2011 год. Работа проведена огромная. Проверенные расходы на содержание и строительство дорог, на возведение новых и снос старых домов. Список проверяемых фактов достаточно колоритный. Всего контрольно-счетная палата проверила муниципальных заказов за 2011 год на сумму 200 миллионов рублей. И по итогам 61 миллион был использован нерационально. Игорь Воинов дал поручение администрации взять данный факт под контроль и принять решение о возврате данной суммы в городскую казну. Следующим выступающим стал Станислав Третьяков, председатель комитета по управлению имуществом. Глава округа не случайно попросилась читаться именно этот комитет. Президент Российской Федерации, выступая по центральному телевидению или на каком-то совещании, сказал, что самая закрытая, самая непрозрачная сфера у нас – это земля. Но по отчету Станислава Третьякова стало понятно, что в земельных отношениях наш округ можно считать показательным. После его вступления в должность политика комитета кардинально изменилась и коррупционный факт сводится к нулю. Пример. Раньше, по словам Станислава Третьякова, участок земли под строительством можно было приобрести за бесценок, напрямую, без торгов. Придели решение, после моего назначения, что все заявления граждан на выделение, предоставление в собственность земельных участков идут только через аукцион. Выдача бесплатных земельных участков некоторым категориям граждан в Минском городском округе самая массовая по всей области и самая прозрачная. И четко можно посмотреть по всем документам, кто когда подавал, какие были документы и есть это льготы или нет. Более того, непосредственно перед выделением земельных участков мы еще раз проверяем, не изменился ли статус человека, например, многодетной семьи, молодой семьи, то есть попадают они в эти рамки. Проводим комиссию перед выделением земельных участков, буквально за неделю всегда, это закон, это порядок, мы именно так работаем, и говорим, что да, причем комиссия проходит с участием обязательно представителя собрания депутатов, присутствует управление экономикой, управление финансовым, то есть все это прозрачно. Все пакеты документов хранятся, у нас можно посмотреть. То есть здесь я считаю, что опасности, по сути, сведены до минимума. Третьим вопросом стало ходатайство Бориса Алеева о заключении им договора с администрацией на выполнение работ по разработке и оптимизации этой структуры. Но прокуратура и юристы считают, что председатель контрольно-счетной палаты не может получить заказы от администрации, так как его основная задача проверять работу и расход средств этой же структуры. Здесь может быть конфликт интересов, заявили юристы. Члены комиссии уточнили, что в порядочности лично Алеева они не сомневаются, но прецедент создавать нельзя. Порядок для всех один. Ольга Звездина, Юрий Карпов, программа «24 мяс».